Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги Эзра в моем переводе, я так ее называю и прочитаю для библейского портала Экзегет, она же первая Ездра в старых переводах, это заключительная глава книги и самая важная, может быть для этой главы вся книга писалась, может быть все остальное только подводит нас к этому. Напомню, где мы находимся, мы находимся в Иерусалиме, отстроенном, еще не до конца, но храм уже есть, после Вавилонского плена и книжник и священник Эзра возглавляет новую волну переселенцев, он уже начинает регулярные богослужения в храме полноценные, все очень хорошо, как казалось нам в конце 8 главы, то есть с царями персидскими договорились, окрестные народы больше особенно не беспокоят, храм отстроен, богослужение идет, народ живет в своих домах, мир, благополучие, процветание, может быть еще не очень процветание, но все очень неплохо. И вдруг выясняется 9 глава, что народ совершает браки с окрестными народами другими, смешивается, берет в жены девушек из окрестных языческих народов своих, наоборот, дочерей, отдает туда замуж. И Эзра в шоке, он падает на землю, он молится Господу, он говорит о том, что это же ужас, ты повелел нам, Господи, не смешиваться с язычниками, у нас это на каждом шагу. Но молитва, как просто набор слов, бессмысленна, если она не сопровождается действием, посильным человеку и возможным для него действием. И после того, как он Богу об этом рассказал, он и начал действовать в такой именно последовательности. 10 глава. «Когда Эзра молился и каоса с плачем, лежа низ пред храмом Божьим, к нему собралось множество израильтян, мужчин, женщин и детей». То есть, видимо, они вообще не очень понимают, что происходит. Их первосвященник, главный среди них духовный лидер, он рыдает в разорванной одежде перед храмом, что-то, наверное, ужасное. «Народ громко рыдал. А Шаханес, сын Ехери, из потомков Элама, сказал Эзре». Вот начинает доходить. «Мы совершили преступление перед нашим Богом, взяв жены звездических народов. Но еще есть на что надеяться Израилю. Заключим теперь с Богом нашим завет, что дошлем прочь жены, рожденных имя детей, по твоему призыву, мой господин, и по призыву всех, кто испытывает трепет пред заповедями господними. Пусть все будет сделано по закону. Встанете, это задача для тебя, мы будем с тобой действовать решительным». А вот здесь, мне кажется, они жестоко лета прогнать жен. Женщина живет со своим мужем, родила ему детей, наверное, любит друг друга. Ну, всякое, конечно, бывает, но наверняка многие друг друга любят. Хороший, замечательный брак с потомством. А теперь он ей скажет, а ты, моавитянка, и ступай отсюда. Знаете, в Библии есть книга, которая описывает похожую ситуацию. Это книга «Руфь», где моавитянка Руфь даже после смерти мужа остается с Израилем. Но она там говорит одну очень важную вещь. Она идет со своей свекрови на имение к израильтянам и говорит, «Твой Бог будет моим Богом». То есть она принимает единобожие. Вот здесь Изра категорически выступает не против расовых смешений, как потом это будут называть всякие нехорошие идеологии, что вот наша чистая раса, а это там не до человеки, мы не должны с ними смешиваться. Абсолютно не эту. Он выступает против смешения с язычеством. Соломон, множество языческих жен, у него было в гареме, и он сам впадал в язычество, потому что в конечном счете, если ты с женой живешь, вы друг друга как-то поддерживаете, вы перенимаете обычаи друг к другу, у вас одна какая-то начинается форма жизни, а не каждый сам по себе. Вот отсылают прочие язычницы. Книга «Руфь» как раз показывает, как возможно было присоединиться к Израилю. Как было на самом деле, трудно сказать. Наверное, там были, как всегда, перегибы, перехлесты, может быть, как раз иудаизм в этот момент становится очень закрытым, и потом в Новом Завете очень многие проблемы возникают именно от этого ощущения. Ну вот у нас все правильно, мы правильные, а этих все нет. Но во всяком случае, вот здесь происходит такая очень яркая и важная сцена. Израильтяне больше не хотят язычества. Вот Дуплена они хотели всю дорогу. Под разными соусами. Ну, один из них красивая девушка-язычница, что ж я ее в жену-то не возьму, хорошая же девчонка. А то, что она там молится о старте, ну, да пусть молится, ладно. Может, и я помолюсь, может, что мне поможет это. Вот этого больше быть не должно. И все начинается с такого резкого, может быть, слишком даже резкого, акта развода массового с женами неизраильскими. Эзра поднялся и взял клятву со всех руководителей священников, левитов и всего Израиля поступить именно так. И они поклялись. Эзра от Божьего храма отправился к жилищу Ихоханана, сына Илья-Шива, и остановился там. Он ничего не ел и воды не пил, оплакивая преступления вернувшихся изгнанников. Обратим внимание, что он, главным образом, не других наказывает, он сам себя ограничивает. Его пост – это знак его скорби. По всей Иудее в Иерусалиме было объявлено, чтобы все, кто вернулся из изгнания, собрались в Иерусалиме. А кто не придет в течение трех дней по призыву руководителей и старейшин, лишится всего имущества и сам будет отлучен от собрания бывших изгнанников. То есть народ – это единое целое. Тот, кто отказывается принять участие в этом, он себя изгоняет из народа. И даже имущество лишится. То есть то, что они вынесли – это имущество народа, а не только личное и индивидуальное. Всем уже из племен Иуда и Вениамина собрались в Иерусалим в течение трех дней к двадцатому дню девятого месяца. Народ сел на площади пред Божьим храмом, дрожа от переживаний из-за всего этого, а еще из-за дождя. Вот такая маленькая ремарка. То есть погода поддерживает это настроение. Священник Эзра поднялся и обратился к ним. Вы преступно брали в жены иноплеменец, усугубляя вину Израиля. Так возблагодарите Господа, Бога ваших отцов, исполните Его волю и отделитесь от языческих народов и от иноплеменных жен. Все собрание громко закричало в ответ. Да, как ты сказал, так мы и поступим. Но народу здесь много и время дождливое, на улице стоять невозможно, и дело это ни одного дня и ни двух. Много у нас подобных прегрешений. Пусть подаботятся обо всем собрании наши руководители, все жители наших городов, кто взял в жены иноплеменницу поочередно в назначенные сроки с городскими старейшинами и судьями своего города, и да перестанет пылать Божий гнев на этот грех. Смотрите, все-таки предполагается процедура суда. Это не какой-то погром, когда каждый израильтянин, которому надоело его жена, говорит, все, пошло отсюда, ты там, нечистых кровей. А предполагается некоторое судебное разбирательство. То есть они должны выяснить. Я очень надеюсь, я не могу поручиться в этом, но я очень надеюсь, что те женщины, которые приняли Бога Израиля, которые разделили веру в единого Бога, собственно, стали израильтянками, а не остались со своими мужьями. Но я не могу вам этого гарантировать. Это просто, как сделал бы это я. Против выступили только Юнатан, сына Саила, и Яхзея, сына Тиква. Их поддержали еще Мишелам и Левит Шаббетай. Зачем здесь это замечание против? Такая, знаете, пометка, особое мнение, когда там суд выносит решение, если сложный случай, и один из судей не убежден в справедливости этого решения, он может выразить особое мнение. Ну, чтобы люди знали, вот он не был согласен. Но это же отступники, они плохо решили. А мне кажется, здесь еще одна очень важная вещь. Здесь есть великий духовный лидер Эзра, но здесь нет единогласия. Приказновым, потому что единогласия, ну, когда это не 3-4, когда это тысячи людей, это всегда искусственно. Это всегда значит, что кто-то смолчал, кто-то поднял руку просто по инерции. Были те, кто против, и с ними ничего не сделали. Они высказали свое мнение, да, имели право. То есть, вот при всей этой жесткости Эзры, он слышит, что среди народа есть разные мнения. Обратим внимание, он не действует как диктатор, он не объявляет, я вам приказываю, он говорит, вы сделали плохо, и народ сам предлагает решение. То есть, до плена очень часто были такие цари, такие вожди, которые просто говорили и делали. Даже очень хорошие люди, там, пророк Илья, который просто берет и убивает там пророков Ваала. Вот берет и убивает их. Этого тоже больше нет. То есть, они не могут себе позволить вот эту такую тираническую жестокость. Они как народ должны находить вместе свой путь. Это решение должно быть коллегиальным. И были те, кто были против. Да, имели право. Вернувшиеся изгнанники так и поступили. Священник выбрал глав отеческих родов, вызывая каждый род поименно. И они начали разбирательство в первый день десятого месяца, чтобы все выяснить. К первому дню первого месяца, то есть, этим они занимались, смотрите, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, три месяца занимались. Они окончательно установили, кто из мужчин женился на иоземках. То есть, было все-таки разбирательство. А не чохом всех подряд. Оказалось, что из священнических родов, даже тут, на иоземках были женаты Моосе, Элиезр, Яриф и Гадария из потомков Ешуа, сына Йоцадака и его братьев. Но все они дали обещание отослать жены принести барана в жертву за этот свой грех. Ханани и Завадия из потомков Эмэра, Моосе, Илья, Шамая, Ихил и Узи из потомков Харима, Элью, Энай, Моосе, Измайл, Натани, Эль, Наса, из потомков Пашхура. И не дали никакого обещания. Смотрите, то есть, у людей тоже был выбор. Меньшая часть рассталась с женами для того, чтобы сохранить свое священство. Большая часть сохранила жен, похоже. Тоже имели право. Смотрите, начинается время индивидуального выбора. Народ единое целое. Но их никто не изгоняет. То есть, возможно, они оставили жен. Тут напрямую не сказано. Я просто делаю догадку, почему все они дали обещание отослать жен и принести жертву за грех после некоторого небольшого количества имен. Значит, не все. Из левитов. Из прочих израильтян приготовьтесь к списку имен. Рамья, Изия, Малкея, Миямин, Ильязар, Малкея, Беная, из потомков Пороша, Матания, Захария, Хе, Лавзи, Еремота, Илья, из потомков Илама, Ильюэна, Ильяшив, Матания, Еремот, Завад, и Азиза, из потомков Затту, Ихуханан, Хананья, Забая, Атла, из потомков Бывая, Мешулам, Малухадая, Яшув, Шеал, и Еремот, из потомков Бани, Из потомков Бани, Из потомков Бани, Смотрите, вот четкий законодательный акт с полным перечнем людей, к которым он относится. Этих людей три месяца искали. Их не так много. Значит, все-таки было разбирательство. Все-таки уточняли, что и как. И привели этот список, судя по всему, для того, чтобы дальнейшие их потомки знали, кто от таких смешанных браков мог родиться. Чтобы было понятно, какие генеалогические линии, что называется, скомпрометированы. Для них это было очень важно. На этом книга резко обрывается. Но на самом деле дальше идет книга «Не имея», которая, в общем, повествует о чем-то очень похожем. И это такой двухтомничек. Поэтому можно сказать, что здесь заканчивается первый том. И то, что мы сегодня называем книгой «Не имея», это второй том той же самой книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...